Добрый день, меня зовут Юрий Железняков и в этом видео я расскажу о погруженном блендере Panasonic MXSS1. Проверим, насколько эффективно он смешивает, измельчает и взбивает продукты. В ролике я покажу его комплектацию, а также расскажу об особенностях этого блендера. Начнем, конечно, с теста. Сначала мы приготовим майонез. Берем одно яйцо, сахар, соль, сок половинки лимона, пол чайной ложки горчицы, яичный желток помещаем под купол насадки для смешивания. Тщательно взбиваем около минуты. Тонкой струйкой добавляем подсолнечное масло, продолжая смешивание. Менее чем через 2 минуты мы получаем густой, вкусный и натуральный майонез. Кстати, хранить его можно прямо в стакане для смешивания. Легким движением руки резиновая донышко превращается в крышку. Теперь давайте приготовим грибной суп-пюре и котлеты и щуки на второе. Нарезаем картошку. Загружаем в кастрюлю с куриным бульоном. Измельчаем лук. Обжариваем. Морковку разрезаем и измельчаем с помощью блендера. Нарезаем грибы. Обжариваем овощи и запускаем их в кастрюлю с куриным бульоном. Бульона у меня получилось слишком много, часть я уберу. А теперь смешаю ингредиенты прямо в кастрюле. Добавляю сливки и вновь перемешиваю. В результате получается нежный и очень вкусный курино-грибной суп-пюре, который уже в тарелке можно украсить зеленью и сухариками. Параллельно приготовлю котлеты и щуки. Заготовки я сделал ранее, с помощью блендера, сразу после рыбалки. Котлеты обжариваю на сковородке и одновременно измельчаю в чашу блендера лук и морковь. Их тоже выкладываю на сковороду. Такой ужин точно понравится всем. Но мы продолжаем тесты и теперь давайте приготовим смузи. Берем свежие помидоры и закладываем их в чашу. Опускаем ногу блендера в чашу и измельчаем наши помидоры. Добавляем немного соли и вновь перемешиваем. За считанные секунды полезный витаминный смузи готов. Получилось вкусно. Теперь мы приготовим крем. Для этого я использую две насадки. Сначала сахар с помощью стальной насадки я превращу в пудру, так консистенция крема будет более приятной. И сахар не будет скрипеть на зубах. С помощью насадки венчика перемешиваем содержимое. Постепенно добавляя больше пудры, чтобы получить нужную консистенцию. Также я добавил немного лимонной кислоты. Обратите внимание, какой густой белоснежный крем у нас получился. А теперь еще несколько слов о блендере. Он достаточно мощный. Скорость легко регулируется удобным переключателем. Корпус блендера эргономичный. Нога для смешивания стальная. Секрет быстрого и равномерного перемешивания продуктов в четырех острых ножах, которые расположены в двух плоскостях. За счет такой конструкции блендер быстро смешивает даже большой объем продуктов. Продукты можно смешивать и в кастрюле, и в специальном стакане. Обращу внимание, что у стакана есть нескользящая подставка, которую также можно использовать в качестве крышки. В комплекте идет разборная насадка-венчик. Встроенный редуктор позволяет достичь оптимальных оборотов для эффективного взбивания. Также в комплект блендера входит чаша для нарезки овощей, мяса и других продуктов. За скорость и качество нарезки отвечает острый нож. Стальную ногу, стакан и чашу измельчителя можно мыть в посудомоечной машине. Настельный держатель, идущий в комплекте, позволит удобно хранить блендер для того, чтобы он всегда был под рукой. Подведем итог. Блендер Panasonic MX-SS1 имеет высокую мощность. Он изготовлен из высококачественных компонентов. И действительно удобен и многофункционален в использовании. Если у вас остались вопросы по данному блендеру или другим моделям, задавайте их ниже в комментариях под видео. В описании под роликом я оставлю прямую ссылку на карточку блендера на официальном сайте компании Panasonic и plaza-panasonic.ru. Если же вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...